Бытие, глава восьмая По окончании ста пятидесяти дней И остановился ковчег в седьмом месяце В семнадцатый день месяца на горах Арратских Вода постоянно убывала до десятого месяца В первый день десятого месяца показались верхи гор По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал Пока осушилась земля от воды Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть Сошла ли вода с лица земли Но голубь не нашел места покоя для ног своих И возвратился к нему в ковчег Ибо вода была еще на поверхности всей земли И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег И помедлил еще семь дней других И опять выпустил голубя из ковчега Голубь возвратился к нему в вечернее время И вот свежий масличный лист во рту у него И Ной узнал, что вода сошла с земли Он помедлил еще семь дней других И выпустил голубя И тот уже не возвратился к нему Шестьсот первого года К первому дню первого месяца Иссякла вода на земле И открыл Ной кровлю ковчега И посмотрел И вот обсохла поверхность земли И во втором месяце К двадцать седьмому дню месяца Земля высохла И сказал Бог Ною Выйди из ковчега ты и жена твоя И сыновья твои И жены сынов твоих с тобою Выведи с собою всех животных Которые с тобой От всякой плоти Из птиц, из скотов И всех гадов Присмыкающихся по земле Пусть разойдутся они по земле И пусть плодятся И размножаются по земле И вышел Ной И сыновья его И жена его И жены сынов его с ним Все звери И все гады И все птицы Все движущиеся по земле По родам своим Вышли из ковчега И устроил Ной Жертвенник Господу И взял из всякого скота чистого И из всех птиц чистых И принес во всесожжение На жертвенники И обонял Господь Приятное благоухание И сказал Господь В сердце своем Не буду больше Проклинать землю За человека Потому что Помышление Сердца человеческого Зло от юности его И не буду больше Поражать всего живущего Как я сделал Впредь Во все дни земли Сеяние И жатва Холод И зной Лето И зима День И ночь Не прекратятся Редактор субтитров Корректор А.Кулакова